Ушедший 2015 год стал для нас всех историей. Это был год юбилея победы советского народа в Великой Отечественной войне. Год, приблизивший к нам лучшие литературные произведения, созданные и написанные в разные века и годы. Сегодня, накануне Старого Нового Года, давайте попробуем вместе полистать последние страницы декабрьского календаря, чтобы еще раз увидеть, каким был город предновогодний, как он закрывал свои последние страницы года. Год завершился сразу несколькими знаковыми событиями. Снова диплом первой степени по итогам деятельности органов Управления гражданской обороны получил от начальника Главного управления МЧС России Свердловской области генерала-майора Заленского глава Станислав Суханов. На последнем совещании у главы городского округа присутствующие стали свидетелями награждения почетными грамотами главы Белоярского городского округа наших земляков-работников муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис СЛ» за оказание помощи в ликвидации аварийной ситуации по запуску отопления на объектах соцкульбыта и жилищном фонде Белоярского городского округа. Александра Воробьева, Анатолия Гусарова, Валерия Чукова, Андрей Неустроева и Василия Печенкина. Первый заместитель главы Роман Валов выступил с анализом муниципальной комплексной программы, предполагающей повышение качества жизни сухоложцев. Стабильное социально-экономическое развитие с преобладанием позитивных процессов, по мнению докладчика, создано, но пока не удалось преодолеть заявленные продолжительности жизни и отрицательных показателей демографии. В конце декабря глава объявил также о новых назначениях. На должность председателя городской территориальной избирательной комиссии вместо ушедшего на заслуженный отдых Валерия Казанцева назначена Наталья Тютяева. Предновогодние дни по инициативе школьников Куринской школы была открыта мемориальная плита, увековечившая пребывание на курорте известного советского поэта Степана Щепачева и писателя «Мамина Сибиряка». Продолжение следует...